Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Илья. Сегодня у нас будет с вами распаковка очерной посылки от Пабга. Я вот недавно ее забрал с почты. По внешнему виду вроде все ок, как бы, да, почта России, все дела. Посылочка, как обычно, в районе 3-2 килограмм. И, честно говоря, это уже седьмая или восьмая посылка. Я не знаю, зачем здесь так много их шлют, как бы это, конечно, круто, но мне кажется, я вас уже замучил этими распаковками. Поэтому, если это так, то пишите в комментарии. Но мне просто нравится их распаковывать на видео и делиться с вами эмоциями при распаковке. Потому что, как бы, одному в крысу это распаковывать, ну, скучно, я не знаю, распаковал, и, как бы, такой, ну, круто, типа, и все. А так и вам интересно, и мне интересно. Так что сегодня будем распаковывать. Также сегодня в конце видео будет то, что я вам обещал в прошлом видео с распаковкой. Я не забыл, я помню это, так что обязательно смотрите до конца. И там я сдержу обещание кое-какое. Кто помнит, тот помнит. Так что до конца обязательно досмотрите. Ну, и также подписывайтесь. У нас до 90 тысяч осталось буквально там 2-3 тысячи. Так что давайте, ребят, нажимайте на красную кнопочку. Если вы уже нажали, то зовите друзей. Пусть подписываются друзья, мамы, папы, бабушки. Короче, все, что подписались. Мы идем сначала к 90 тысячам, а потом к миллионам. Так что давайте, ребят, подписывайтесь. Ну, а перед началом распаковки, как и должно быть по традиции, реклама. Если вы еще не в курсе, у Монти вышла забавная песня про дебильных тиммейтов в играх, которые руинят катки. А клип на эту песню полностью снят в реальной жизни. Давайте ее поддержим, потому что по играм пародии такого уровня никто никогда не делал. Совсем скоро на ее канале будет еще больше песен не только по кс, но и по разным играм. Возможно, даже по папку. Сайты и подписаться, и не пропускать. А также обязательно заценить клип. Ссылочки будут в описании. А мы начинаем. Итак, рекламу посмотрели. Можно теперь вскрываться. Надеюсь, что там не будет котят, как в прошлый раз. А то я очень неаккуратно работаю ножом. Без лишних церемоний выбрасываем коробку. И здесь у нас вот такой вот бокс, как был и в прошлые разы. К слову, эти коробки мне уже некуда складировать. Поэтому я начал их разбирать. И так пачками, знаете, складывать. Поэтому, если что, я их не выбрасываю, разработчики папки. Я вас не обижаю. Так что давайте, присылайте еще. Такая вот у нас коробочка здесь. Я, честно говоря, не понимаю, что это такое. Что-то типа ржавого. Ой, ладно, что-то трясется. Надеюсь, там ни трусы, ни бомбы, или что-нибудь такое. Тут типа ржавое железо какое-то. Вот здесь вот особенно видно. Но как-то оно не очень сделано. Вот если так поближе вам покажу. Просто как будто у них сломалась печать. Здесь какие-то пикселы. Так, ну ладно, тут у нас написано топ-сиклет, между прочим. Так что, видимо, это точно не трусы, скорее всего. Но, не знаю, не знаю. От разработчиков все можно ожидать. Тут логотип папка. И тут логотип папка. Там что-то много всего как будто. Ладно. Давайте смотреть. Нифига себе. Ребят, офигеть. Тут вот то, что я прям давно ждал от них. Так, ну, блин. Не знаю. Давайте, наверное, как-то... Вы ничего не видели. Давайте, наверное, как-то начнем от меньшего к большему. Как обычно, уже была какая-то интрига. Но тут, ребят, офигеть. Вы не пожалеете точно. Так. Давайте, давайте возьмем... Допустим, вот этот, что сверху лежит. Тут у нас написано, что это татус. Это татуировка. Правда, непонятно, что это такое. Что это зубы какие-то или горы, что... У вас есть идея, ребят, что это? Если да, то пишите в комментариях. Потому что я вообще не понимаю, что это такое. Оператор, вы понимаете? Нет. Нет, нет, я тоже нет. Ладно. Допустим. Пусть-пусть лежит. Такая татуировочка у нас. И еще одна татуировочка есть. Вот такая вот. Кстати, этот кошак, он в этом есть на санке. В баре, который такой неоновый, помните? Блэк Кэт Бар, он называется, что-то такое. Я вставлю, короче, сюда. Посмотрите. Это тоже татушка такая. Давайте, ребят, такой байт, новый байт. Кстати, про трусы в конце видео будет. Про тот байт самый. Да-да-да. А новый байт, смотрите, собирайте 30 тысяч лайков. Я, короче, вот эту штуку, будь то гора или зубы, я не знаю, что это, бью вот сюда. А кошака бью вот сюда. И выкладываю все это в сообщество. Вот это прям вообще, вот, ребят, честно-честно, пречестно, прям реально. Собирайте, я выкладываю. А про трусы будет в конце видео. Не пропустите. Так, идем дальше. Вот такие вот у нас... Что это, мужские плавки? Нет, нет, это что-то другое. Так, сейчас открою, пошумлю. Итак, это у нас вот такая вот масочка. Разработчики, видимо, заботятся о своих авторах. Вы садили мне вот такую вот масочку. Фу. Пыль, да, что-то очень. Это, видимо, такая многоразовая масочка от коробка Windows всяких. Ну, типа, не знаю. Она, как бы, конечно, круто, что она многоразовая, но, блин, зачем вот они делают вот такие вот яркие штуки, типа вот си-синий, допустим, контур. Ну, честно говоря, в люди выйти в такой, я, наверное, постеснялся. Какая-то она слишком броская, что ли. Но, спасибо. Возможно, пригодится на утренник какой-нибудь. Ладно, давайте сюда буду складывать, чтобы вам чуть-чуть видно было. Не знаю, видно вам, нет. Пусть тут лежит. Так, идем дальше. Тут у нас очень интересная штука какая-то. А именно вот такая вот. Тут у нас этикеточка, и там какая-то коробочка с папками. Тут даже написано Senex сзади. Так, сейчас откроем. Вот, еще раз показываю. Тут папка, тут Senex. Просто, знаете, это листочек А4 вырезанный такой. А4, да. Так, такая же коробочка была, к слову, когда прислали медальку черную. Но она была черная. И здесь... Что-то шибуршит. АСМР. Я не знаю, что там, честно говоря. Надеюсь, опять какая-нибудь медалька будет. Ну, что-то как будто как... Как будто леденцы какие-то, знаете. Не знаю. Давайте откроем. Надеюсь, это не леденцы. Я, честно говоря, вот хавчик от PUBG не очень люблю. Мне больше нравятся всякие сувенирки. Так. Открываем. Ребята, что там? Что там? Че молчите? Мужик, че рот открыл и молчишь? Что там? Ооо, нифига. Такое, такое я люблю. Я как сорока-ворона. Так. Господи, что так много? Ага. Это у нас... Ё-моё. Это у нас подвесочка. Тут пусто. Так, давайте эту сюда, гоните, поставим. Это у нас такая подвесочка. Тут, знаете, такая вот цепочка, как на джинсах вешают. Это вот такая вот граната. Это шумовая новая граната, которую недавно добавили. Из которой еще гильзы вылетают, когда она стреляет. В общем, такая смешная штучка. Но надеюсь, что после каждого оружия папа будет присылать новый брелок. Не знаю, честно говоря, он очень круто выглядит. И сзади еще написано Сеникс. Причем на нем прямо вот выбито. Конечно, было бы круче, если бы оно было прямо вот там прошито внутри лазером вот таким вот. Но так тоже пойдет. Тоже прикольно. Прям такая именная табличка. Очень приятно. Так, я, наверное, ее надену как гангстер, да, вот сюда. Так, у нас такая очень интересная вещь. Наверное, из-за которой я и буду байтить на это видео. Поэтому я пока что ее аккуратно, чтобы видели, отложу куда-нибудь сюда. Все. Ничего не видели, ничего не видели. Это у нас последняя шмотка. Так, да, это последняя шмотка. Поэтому я ее достаю и коробочку убираю. Не, ну, судя по цвету, это что-то такое, знаете ли, толерантное. Ну, это скорее всего оператору какая-то одежда пришла. Потому что, ну, как бы, пацаны за такое на районе засмеют вообще. Не поймут. Ё-моё. Ну, это ж куртка на мальчика. 21 год. Ё-моё. Так. Блин, слушайте, а на самом деле круто. Типа тут сзади вот такой вот тигр, это прям какой-то этот, гучи флипфлоп натуральный реально. Так, давайте померим. Замок качественный. Прям такой, знаете ли, вот, прям турецкое качество. Обязательно покупайте, да, с Турции прислали. Тут у нас такая подстилочка летняя, чтобы у Сеникса спинка не потела. Такая вот легенькая. Ну, скорее всего, я в этой куртке поеду в деревню Джанхот. Вот такая вот курточка. Так, ну, для полноты картины, это, естественно, давайте преобразимся, как обычно, в школьника к концу видео. Вот такого. В жопу школу! Еее! В общем, вот как-то вот так вот все это выглядит. Давайте я к вам повернусь со стеной. Вот так вот, такой вот тигр сзади, кот. Вот такая вот у меня спина крутая, но с кулистом. Вот. Я Арнольд Шварценеггер. Наверное, меня не слышно, ни фига. В общем, какая-то вот такая вот курточка. Не знаю, мне нравится. Вот знаете, она прям вот подходит идеально для каких-то ивентов, типа Игромира, допустим. Но в университет, например, или в магнит, пятерочку, я бы такую куртку вряд бы надел. Слишком она какая-то броская, опять же, как и маска. Но маска вообще какая-то не очень. Нет, маска типа не зашла. А вот куртка прям солидная. Я бы мне какой-нибудь клип бы снял. Но это ни на что не намекаю, естественно. Так, ну и последнее, что оставалось в коровке, это байт сегодняшнего дня просто. Вот такая вот папочка. Тут написано PUBG Confidential. Тут написано File Name, все засекречено вообще конкретно там, что было написано, типа. Но это все скрыто. File Name. А также сверху у нас висит пометочка. Знаете, чтобы когда так вот папки перебирают нам в фильмах вот так вот. Написано File Number 354. Возможно, это мой номер партнера какой-то, скрытый, да. И по нему меня идентифицируют. Так, я открываю папочку. Нифига. Так, ну чтобы держать инстригу, да. Тут у нас один листочек, А4. И внутри больше ничего нету. Пустая папка. Можно реферат в школу носить, как бы в такой. Учинка заценит, я думаю. Так, кладем. И тут у нас вот такая вот распечатка. Тут у нас досье на меня. Молодцы, а не на меня. Тут написано, в общем, много английских букв. Давайте мы, наверное, сделаем паузу. И переведем, что сможем, что здесь можно вообще понять. Что из этого файла большого. А то, что буду екать здесь полчаса. Так, ну в общем, мы посовещали здесь, переводили. Как бы, в принципе, перевод довольно точно получился. Значит, я приложу здесь право скриншот, который мы смогли перевести. Тут написано Pub Corporation, Top Secret. Все совершенно секретно. Так, ну я, наверное, покажу еще разочек, чтобы вы точно заметили. Вот. Как бы, это А4 формат. Влад А4. Глент, Кобяков. Здесь написано, что это, как бы, запись на Subject 25. То есть, это фотография вот этого персонажа. Но это вообще, типа, PlayerUnknown, судя по сюжету. Здесь написано, что Partner Program Subject. В общем, тут даются какие-то рекомендации, что во время высадки там держитесь подальше от острых предметов. Типа, там, в Скваде или в Соло вы там дропаетесь. Также подальше от Multicolored LED Keyboard. Типа, стебут клавиатуры, которые подсвечиваются. И здесь идет у нас какая-то характеристика на этого персонажа. Вот здесь. И, типа, я не понимаю, зачем она вообще нужна. Потому что здесь написано, как бы, графы Name, Age, возраст, подтвержденные убийства, подтвержденные... Ну, типа, вырубал сколько человек. И тут все засекречено. Тут либо прочерок, либо Confidential написано. То есть, какой смысл этой таблички я вообще не понимаю. Также здесь идут отпечатки пальцев. Типа, правая, левая рука. Похоже на мои отпечатки, на ваши, наверное. Вот. Тут врач какое-то лекарство выписал. Не очень понятно. По-моему, это Громедин с зеленым шарфиком. Точно не знаю. Вот. И снизу написано тоже, что, типа, там, «Добро пожаловать на Санок», на джунгли Санка. Что-то все дела. В общем, по сути, никакой информации в этом файле нет. То есть, я не знаю, почему. Что они хотели этим сказать. Но тут, типа, ничего такого нет. У меня есть идея, что, возможно, они разослали разных партнерам разные файлики вот такие вот. Там, допустим, 100 каких-то объектов. Их нужно собрать вместе. Ничего себе, я сделал круто. Их нужно собрать вместе. То есть, вот такую папочку. Поэтому я, наверное, здесь прям сделаю такой скан на весь экран, чтобы там какой-нибудь Вейки Джек, если будет смотреть, чтобы он мог взять этот мой файлик и там, может быть, собрать какое-то общее дело. Ну, я тоже, кстати, постараюсь промониторить ситуацию, посмотреть, что другие ребята выкладывают. Но, возможно, это какая-то часть большой пасхалки, связанной с сюжетом игры. Но хрен его знает. Как бы тут... Ну, никакой информации нет. Можете сами почитать. Может, я что-то пропустил. Если это так, то напишите в комментариях, что я здесь упустил. Ну, по-моему, здесь ничего важного, как бы, особо это и нету. В общем, какая-то вот такая вот посылочка сегодня получилась. Мне лично понравилось. Это намного лучше, чем прошлое, где были всякие трусы, носки и так далее. К слову, про прошлое видео с трусами и носками. Там был кое-какой байт. Я вам кое-что обещал. Замена 30 тысяч лайков. Вот этот фрагмент. 30 тысяч лайков и выкладываю фотку в трусах в сообщество YouTube. Давайте. Собирайте. 30 тысяч лайков и фотка в трусах в сообществе. И вы собрали намного больше. Вы собрали, по-моему, 36 или 38 тысяч лайков. Поэтому я решил пойти вам навстречу и, в свою очередь, вас тоже отблагодарить. И не ограничиваться только фотоформатами и вкладкой в сообщество. А пусть будет видеоформат, во-первых. А во-вторых, прямо в этом видео я покажу то, что обещал. Как бы, не знаю, зачем вам это нужно. Как бы, зачем вы столько лайков собрали. Как бы, ну вот, да. Как бы, вот я в трусах. Надеюсь, он видно все хорошо. Вот. Поэтому я держал обещание. И с вас за это лайк. Как бы, мужчина сказал, мужчина сделал. Вот. А новый байт, это уже настоящий. Ну, как бы, и прошлое было настоящее. Это тоже настоящее. Но это я прям точно в сообщество выложу. Прям вот без нини. Собираем 30 тысяч лайков опять. И я бью вот эту вот татуировку. Вот эту вот татуировку. Вот сюда себе на лоб. И вот этого котяру бью себе на щеку. Вот сюда. И просто буду лил чич натуральный. Еще куртку одену и цепочку. И сфотаюсь, короче. И вот это вот точно будет вкладки сообщества. Так что собирайте 30 тысяч лайков. И все это дело выйдет в сообществе. Вот. Также подписывайтесь обязательно. Смотрите прошлые видео. Можете с посылками смотреть. Можете с фейками смотреть. В общем, витосиков много. И, как бы, смотрите, в общем, все. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Илья. Оператор. Всем удачи. Всем пока. И до скорых новых встреч.